Время для тех, я думаю, здесь просто многие из вас практики, поэтому я пробегусь обязательно по формам трезвого просвещения. Это по содержанию, по формам. Если мы работаем с детьми, дошкольники, ведущая деятельность игровая, поэтому должна быть сказочная игровая форма ведущая деятельность. Младший школьный возраст, ведущая деятельность учеба, познавательная форма работы. 11-14, это средние классы. Основная форма должна быть работой, дискуссионная. Они обретают в себе личность, отвечают на вопрос, кто я, для чего я живу. Это возможно только в дискуссии, в общении, когда встречаются две личности. Старший класс, деятельная форма должна преобладать. Так в идеале. Если мы говорим о сказочно-игровой форме. Можете в интернете найти, если кто-то есть, какие-то флешки у меня с собой есть, но не знаю, как это организовать, сбрасывание. Замечательная книжка белорусского автора. Борьба со злом. Рассчитана она для дошкольного и младшего школьного возраста. Здесь описывается борьба детей, двух небольших мальчиков и девочек, с такими героями, как принцем наркотом, который на самом деле паук, наркот, враг семьи и гадость. Они борются с пивной королевой, которая на самом деле пивная жаба, враг семьи и гадость. И с табачным королем, который на самом деле табачная вонючка, враг семьи и гадость. Причем эту книгу авторы могут, можно даже использовать с трех-четырехлетнего возраста в виде просто плакатиков. А уже там с пяти-шести уже читая эту сказку. Отличные сказки, вот эти сказочные истории, пример, то есть две, я считаю, там отличные находки. Первая находка, то, что не осуждаются родители, пьющие и курящие. Вот эта позиция очень выдержана. Они тоже во власти, вот эти мы должны родителей тоже помочь им освободить. И вторая находка, это то, каким орудием борются дети. Дети борются с самым сильным оружием, это правдой. Как только табачного короля назовешь табачной вонючкой, он теряет всю свою силу, становится бессильным и ничего не может делать. Это как раз иллюстрация к тому примеру, как я говорил, что вот классный руководитель показал вот эту смешную картинку. И они думали, что мы тут супермена, так сказать, вот мы курим, мы самые сильные. А оказывается, ты стал табачной вонючкой, от тебя, фу, там будет тебе подходить неприятно. Все, и уже подросток, я не хочу курить, оказывается, я не сильный, оказывается, я смешным стал. И вот это и есть самый лучший, самый сильный прием в борьбе вот с этими проблемами в таком раннем возрасте. Познавательная формула. Тут есть конкретные книги, я думаю, не надо их списывать, найдете другие. Главное условие для познавателя, если мы хотим рассказывать что-то детям, и пользоваться книгами трезвенников. Почему? Чтобы не было мифов. Очень много литературы, где мифы перемешаны с правдой, поэтому познавательная форма. Познавательная форма, еще раз, в младших классах уже надо работать, они очень хорошо впитывают. Средний класс, еще раз, дискуссионная. Не обязательно диспуты должны быть на тему алкоголизма напрямую. Ты свобода, что-то с этим. Если я трезвенник, и я не пью, что мне нельзя пить, и моя свобода нарушена, а тот, кто пьет, он говорит, я хочу пью, хочу не пью, я более свободный. Кто более свободный? Я как трезвенник или он? На тему свободы мы можем к этой теме выйти, как пример дискуссии о свободе. Не нужно сразу пугать подростков, сейчас мы поговорим о вреде алкоголизма. Не будет дискуссии. Почему? Они скажут, да это всем ясно уже. Нам это толдычит каждый постоянно, что пить плохо. У них нет вопроса. Нужно задавать такие на дискуссию, выходить на те вопросы, на которых нет ответа. Что такое свобода, что такое взрослая, что такое мужественность и женственность. Ты более, если ты начинаешь, если ты закуришь, у тебя будет больше с тобой парней знакомиться, ну больше. Ты будешь более женственно, ну то есть да, к тебе подходит как, для чего-то, для запонебратских отношений. На тебе парням легче тренироваться. Ты куришь, ты свой парень, пришли, на тебе тренироваться будут, а в брак за другую выйдут. Почему? Хочешь быть тренировочным полигоном, кури, пожалуйста. Но будешь ли ты женственным ответом? Вот такие какие-то вопросы можно задавать, обсуждать. То есть обсуждая тему мужественности и женственности, можно и эти темы затрагивать. Может скользко, может быть специально больше на них внимания обращать. С помощью дискуссионной дискуссии. Хорошо обсуждать разные фильмы. Проект «Общее дело» о детском пьянстве, о женском пьянстве. Два фильма. О медицинский аспект и так далее. То есть в принципе все это хорошо. Не просто смотреть, как мы думаем, я сейчас детям покажу фильм. Не надо, просто показать. Посмотрел и обсудил. Дискуссионная форма обсуждения разных выставок, в том числе их изготовления. Вот, например, с такой выставкой, с такими картинками мы объездили. То есть и картинки интересные для обсуждения, да. Ну, какая-нибудь там задача, да. Задача убить миллионы лохов так, чтобы они сами оплатили свое убийство. Решение мы будем продавать сигареты недорого. Подростки смотрят, думают, да, предлагаю вам. То есть вот есть такие вот, зацепляют обсуждение выставок, разных картинок. Вот, деятельная форма, последний пункт, на котором вот я закончу. Это для старшеклассников уже важно. Не просто обсуждать, изготовить, раздавать, проводить самим. Да, старшеклассники для младших, для средних проводят, например, какие-нибудь учебно-познавательные игры. Про Агент-2, я думаю, вам, наверное, еще кто-нибудь будет рассказывать, да. Нет, не знаете. Ну, в общем, есть такая челябинская игра. Посмотрите, вот сайт, у них разработана некая игра, которую могут подростки, старшие, волонтеры проводить со другими. То есть уже деятельно. Все, это, значит, это у нас тема. А, ну, со взрослыми важна еще какая-нибудь социальная реклама. Для взрослых посты трезвости, вам на всяких праздниках устраиваются такие посты трезвости. Важно средства массовой информации свои иметь. Всякие лекции можно распространять. Все на этом заказе.